Зеркало так сбоку. Я вам доверяю. Что готово? Пишем. На самом деле тяжело давать сметание? Конечно, очень тяжело. Я шла к этому 16 лет. Это колоссальный труд. И слава Богу, что мы к этому все-таки пришли. Особенно тяжело дались последние 9 месяцев. У нас поменялись тренеры. У нас сейчас иностранные тренеры сборной. И эта нагрузка далась нам, всей команде. Очень-очень тяжело. И я считаю, что вот эта медаль это не только моя личная. Это заслуга всех, кто с нами работал и кто был именно в сборной. Потому что мы друг друга и поддерживали. И как-то негласно всегда за друг другом боролись. И спрашивали, какое у тебя сегодня состояние. Потому что каждый день он прям очень-очень тяжелый был. И мы вот думали... У меня были мысли уже незадолго до финальных стартов. Я думала, интересно вообще, я выдержу мое тело. Это все переживет. Справлюсь ли я? И слава Богу, что вот такая вот отдача произошла. Ну, церская область гордится, ценит. И сегодня это в каком высоком уровне доказали. Скажите, пожалуйста, сколько вам важно, что на конуне государственного праздника вы приглашены, встречались с губернатором и получили госнаграду? Я на таких мероприятиях впервые. Это большая честь и благодарность области. Мне очень приятно, что сюда меня вообще позвали. И вот наградили. Это очень ценно для меня. И мне очень-очень приятно. А чувствовали поддержку? Конечно, конечно. Хоть мы гонялись ночью, но все равно и писали, и звонили. И потом вместе со мной радовались, и плакали, и смеялись. Это все очень ценно. И мы, конечно, ощущали всю эту поддержку. Спасибо всем большое. Василий Савуев, что у вас связывает с Тверской области? Потому что ваш папа и Женец в Тверии, да? Да. Мы всегда приезжали в детстве, генировались, он рассказывал. Расскажите, как вы в Тверии связаны, как вы здесь бывали? Да, папа Тверской. И еще, когда я была маленькая, занималась плаванием. Но летом меня сюда отправляли на все лето к бабушке. И чтобы я не только на улице там играла, меня сначала отдали. в байдарку, я немножко там погребла. Мне ставили большие планы на будущее, что я стану олимпийской чемпионкой просто там вообще очень быстро. Но папа все-таки настоял, чтобы я занималась академической греблей. Но это чуть-чуть попозже, потому что наш вид спорта, он возрастной. Не с шести лет, а с двенадцати, с шестнадцати. Ну, возрастной вид спорта. Поэтому мы подождали, когда я вырасту, и отдали меня уже в академическую греблю. То есть, можно сказать, что греблей, вы стали заниматься дверей неожиданно? Да, да, можно так сказать. Но это была байдарка. Вот в итоге академическая гребля. Кас этого года двойка сплошная выступает, с Еленой Рябинской. Вот эта двойка сохранится. Какие планы на будущее? Пока очень сложно сказать, какие планы на будущее. Хочется отдохнуть. Мы вот как вернулись, так еще пока не отдыхали. И вот это вот состояние все равно такой тревожности, что надо кому-то, с кем-то встретиться, везде все посетить. И еще ни денечка не выспались. Хочется вот сначала отдохнуть, и уже потом вот решать, что будет дальше. В любом случае подготовка очень сложная. И к следующей Олимпиаде это хоть и три года, это кажется, что три года. На самом деле это долгие и тяжелые года. И есть еще чемпионаты Европы, мир. И надо еще лицензию получить на Олимпийские игры. Это тоже очень-очень сложно. Поэтому сложно сказать, как там получится дальше. Будем работать. Вы хотите дальше? Я вот говорю, что сложно пока сказать. И все-таки я уже тоже взрослая. Ну, надо передохнуть, перевести дыхание, отпустить все это и уже решиться на дальнейшее, либо нет. Ну, посмотрим. Вот сначала мне надо хотя бы выспаться. Вы в любом случае пойдете в историю Тверского спорта? Готовы приезжать еще в Тверскую область? Конечно. Проекты вести? Конечно, готова. Зовите, если я не буду на сборах, если я выберу путь дальше работы. Конечно, я готова. И это мой второй дом, так как все-таки все лето проводила здесь с бабушкой. Конечно, и с радостью со всеми повидаюсь и поддержу область. Что вы пожелали детям, которые сейчас выбирают этот вид спорта? Или на что обратить внимание? Какие действия? Ну, так как вид спорта сложный, циклический и монотонный, я хочу пожелать всем терпения, быть более целеустремленными, ничего не бояться и очень много работать. И самое главное, никогда-никогда не бросать. Потому что дистанция очень сложная, длинная. Ни разу лучше не сдаваться, не бросать, и тогда все получится. Спасибо.